Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Надежда умирает последней. Что делать жильцам аварийного дома в Сатпаеве? Европейский Союз. Соглашение мэров поддержало Караганда. С завязанными глазами под куполом цирка. Состояние некоторых домов в городе Сатпаев в Карагандинской области вызывает большое недоумение и даже страх среди жителей городка. Есть дом, который в буквальном смысле разваливается и не подлежит ремонту. Так показала экспертиза. Но в нем живут люди и все еще не теряют надежду, что стены не рухнут и им помогут. Этот дом сдали в эксплуатацию еще 25 лет назад. Первые трещины здесь появились спустя 15 лет. С того момента у многоквартирного жилого дома постоянные проблемы. Жители неоднократно обращались в городские власти. Но они лишь производили легкие ремонтные работы, которые не давали никаких положительных результатов. С каждым годом состояние дома ухудшалось. Жители боятся, что в любой момент дом может развалиться. Нам сказали, что дом в аварийном состоянии и жить здесь не положено. Поэтому мы должны освободить дом и уехать отсюда. Нам идти больше некуда. Даже не знаем, что делать. Осенью прошлого года жители аварийного дома всерьез забеспокоились состоянием дома. Трещины на стенах с каждым днем расширялись и становились опасны для жителей. Здесь, как вы сами видите, ужасная картина. Все вот-вот может развалиться. Ночью слышно, как осколки стен падают. Нам очень страшно подумать, что может случиться завтра. Специалисты говорят, что неоднократно предупреждали жильцов, что в данном доме жить нельзя. В скором времени вопрос решится, заверили они. В первую очередь надо, чтобы жители оттуда съехали. А потом мы предусмотрим для них временное жилье. Сейчас мы работаем над этим. Пока никаких результатов не видно. В любом случае жить в этом доме опасно. Ведь в любой момент он может развалиться. Люди, которые могут остаться на улице, будут ждать своей очереди на жилье по государственной программе. Но, как известно, очередников на такие квартиры немало. А по плану, в ближайшие 2-3 года в городе Садпаев планируется постройка около 100 домов. Гульнур Жакен, Бахся Роспанов, Первый Карагандинский. Около 1 миллиона тенге украли у жителя Караганды Андрея Звежинского из собственного автомобиля. Для этого выбили стекло у иномарки и вытащили сумку с деньгами. Криминальный случай произошел днем в центре города. Не дождавшись оперативного вмешательства сотрудников в полиции, мужчина самостоятельно стал действовать. К чему это привело, узнавал наш корреспондент Николай Кровец. Частный предприниматель Андрей Звежинский рассказывает о криминальной истории, в которую попал неделю назад в центре города. Мужчина снял крупную сумму денег в банке и поехал в магазин за покупками. Когда бизнесмен вышел из торговой точки на улице Нуркена-Абдирова, он обнаружил, что на боковой части машины отсутствует стекло. Самое главное – это то, что он не нашел в слооне своего автомобиля около миллиона тенге со всеми документами. Андрей говорит, что сразу же позвонил в полицию. Я сразу позвонил в 102, говорю девушке, девушка, а так, а так. У меня разбили стекло, вытащили сумку. Посмотрите, пожалуйста, по камере, которая здесь находится. У меня машина стояла там ближе. Ну, какая-то машина, видать, подъехала, выбили стекло, поехали. Ну, девушка мне говорит, камера здесь, к сожалению, не работает. Все, ожидайте, подъедет мобильная группа. Ну, все, я стою, жду 10 минут, 20, 30, 40, никого нет. По словам Андрея, полицейские подъехали через 55 минут после обращения. Очевидцы, конечно, уже давно ушли по своим делам. Поэтому стражи порядка посмотрели территорию и отправились в центральный отдел полиции. Мужчина говорит, что это дело в течение одной недели передавали из рук в руки. В итоге расследование проводит студент 4-го курса Карагандинской академии МВД. До сих пор ничего не ясно. Преступников еще не нашли. Во вторник звоню. Он мне то же самое говорит. Человек занимается. Я говорю, ну вы мне скажите, вы камеры посмотрели, есть какой-то результат. Я вам сейчас перезвоню. Все. Час проходит, никто не звонит. Я звоню, весь день трубку никто не берет. Я звоню в службу безопасности банка. Мне говорят, никто с отделения не приезжал. Я съемки не изымал. Андрей Звежинский решил действовать другим образом. Он обратился на телеканал Горда с обращением, что пропала сумка с деньгами. И нашедших пусть позвонит на телефон. И такой человек в нашем городе нашелся. Около одного из гаражей случайный карагандинец обнаружил похищенную сумку, в которой находились документы. Он сразу созвонился с ее владельцем, но денег в ней не было. Андрей Звежинский больше не доверяет нашим полицейским. Целая неделя прошла, а толку никакого нет. Мужчина говорит, что в следующий раз будет более внимательным. Получить комментарии от сотрудников пресс-службы ДВД области нам не удалось. Николай Кровец, Айден Жакан, Бахтярус Панов, Первый, Карагандинский. От фонда предпринимательства «Дому» три предприятия получили государственную поддержку. Это детский сад Анли, завод «Инкар-1» по изготовлению технологического инструмента для производства электросварной трубы и завод «Универсалстрой» по изготовлению профлиста. Сегодня прошел пресс-тур по этим предприятиям. В целях усиления государственной поддержки и активизации развития малого предпринимательства президентом Республики Казахстан в марте 1997 года был издан указ, который стал основой для создания фонда развития малого предпринимательства. Основная цель – стимулирование становления экономического роста субъектов малого предпринимательства в стране, повышение эффективности использования финансовых средств государства, направляемых на поддержку малого бизнеса. Как раз для этих целей была выделена государственная поддержка трем предприятиям. Данные предприятия получили господдержку, это субсидии, процентные ставки, получили гарантию фонда «Дому», а также в рамках данной программы съездили на стажировку в Германию, обучение прошли в Назарбаев университет, а также по проекту «Деловые связи» обучение прошли. Детский сад «Анли» уже полностью использовал поддержку от фонда. Садик смог открыть дополнительные места для малышей. Мы стали расширять детский садик, потому что это востребовано обучение и воспитание детей, и мы стали расширяться. Заводы тоже в полной мере использовали поддержку фонда. С его помощью они приобрели новое оборудование. И по словам сотрудников, это увеличило производство выпускаемой продукции. По программе фонда «Дому» получили первое кредитование, это 15 миллионов ценгель. Данное финансирование пошло на приобретение как раз-таки станков с числовым программным управлением, что поспособствует большой производительности нашего производства. Эти три предприятия собираются и дальше сотрудничать с фондом развития малого предпринимательства. Фонд также будет продолжать оказывать всяческую поддержку предпринимателям. Зеленая экономика и улучшение качества жизни. Караганда решила присоединиться к Европейскому Союзу соглашения мэров. На сегодняшней сессии Гор Маслихата этот вопрос начался в повестке дня. Как скоро это произойдет и что это даст жителям шахтерской столицы, смотрите в следующем сюжете. Кто за? Попротив. По мнению местных властей и депутатов, вступление в эту ассоциацию создаст городу еще более положительный имидж. Целью его является привлечение местных органов власти и горожан для развития и реализации политики в области энергетики. Соглашение состоит из обязательств подписавших его городов в целях необходимости уменьшения распространения ЦИО-2 посредством установления эффективных мер в области энергоизбережения. Для продвижения этой инициативы на территории нашей республики между Европейской комиссией и Национальной палатой жилищно-коммунального хозяйства было подписано соглашение о сотрудничестве. Это поможет снизить выбросы углекислого газа в городе на 20% уже через 6 лет. Такое соглашение уже подписали в шести городах страны. Караганда не стала исключением. Необходимо отметить, что так называемое соглашение мэров Ассоциации энергоэффективных городов должно способствовать снижению выбросов углекислого газа, уменьшению энергопотребления за счет увеличения энергоэффективности и устранения потерь энергии, а также увеличить доли возобновляемых источников энергии. Николай Кровец, Алжас Габасов, Боксиар Успанов, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Алюгал Галвин Херкюль Торговая марка Галвин представляет Эконом серия профиль Галлтек 53 серии Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система профиль Галвин Профиль Галвин 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин морозостойкий, надежный, прочный Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области Молодежный трудовой отряд Жасыл-Ель и Ассоциация застройщиков области Заключили трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве Согласно меморандуму будет развиваться движение студенческих строительных отрядов В летнем трудовом семестре Подробнее далее Меморандум, который заключили сегодня между собой Управление молодежной политики Ассоциация застройщиков области И молодежный трудовой отряд Жасыл-Ель Является первичным шагом для начинания нового проекта Как вам известно, по инициативе главы государства С 2005 года осуществляется деятельность Сучинских строительных и молодежных трудовых отрядов Жасыл-Ель Цель данного проекта – обеспечение доступа и занятости молодых людей В том числе учащихся молодежи в летний период Основной целью заключения трехстороннего меморандума является сотрудничество, партнерство и взаимная работа Эти направления смогут развивать качество и количество студенческих трудовых отрядов Сегодняшним меморандумом мы хотим застолбить эту работу на трех основных китах этого движения Я считаю, что Управление молодежной политики, областной штаб и наша ассоциация Смогут совместно, взяв на себя определенные обязательства, нести эту ответственность перед государством В этом году молодежно-трудовой отряд Жасыл-Ель отмечает 10-й трудовой сезон Мы намерены поднять уровень студенческих строительных отрядов, взяться серьезно за эту работу и показать хорошие результаты Используя момент, хочу призвать всю молодежь к организской области, стать в нашу сторону, работать Одним из основных направлений молодежной политики является содействие молодежи в их трудоустройстве Так записано в трехстороннем меморандуме о взаимном сотрудничестве Апрельский республиканский месячник пропаганды безопасности дорожного движения «Внимание! Светофор» продолжается Управление административной полиции организовало встречу учащихся города с полицейскими Формат общения был неформальный Ребята знакомились с техникой, вооружением и подготовкой современных полицейских Территория детского дома Куланшак на время проведения встречи с полицейскими стала похожа на пестрый муравейник Воспитатели махнули рукой, все равно детей не остановишь Так много интересного вокруг Главное, все можно потрогать своими руками И взрослые дяди в форме нисколько не ругают Наоборот, рассказывают, как это все работает Второй этап апрельской республиканской акции «Внимание! Светофор», который назван «Ваш пассажир-ребенок» Активно начал свою просветительскую деятельность В целях стабилизации дорожных и транспортных происшествий Министерство внутренних дел инициировано совместно с совместными исполнительными органами Со всеми заинтересованными институтами гражданского общества Центрами формирования здорового образа жизни Отделами образования и здравоохранения Проведение в апреле месяце профилактических мероприятий Под общим названием «Внимание! Светофор» Юидовцы 101-й школы выступали перед сверстниками И в игровой форме доказывали, что правила дорожного движения надо знать всем Каждый юидовец проводит большую работу по пропаганде знаний ПДД среди ребят Они выступают в школах, раздают рекламные брошюры, участвуют в выступлениях агитбригады Сегодня для всех ребят был показан видеофильм о правилах дорожного движения Правила движения нужно соблюдать, потому что это очень важно для жизни Если мы не будем соблюдать, то мы можем погибнуть и много не получить в жизни то, что мы хотели Наши цели мы осуществить не сможем Поэтому правила дорожного движения это очень важно, соблюдайте их Всех, особенно мальчишек, привлекли показательные выступления собровцев Но кто может равнодушно отвернуться от профессиональных бросков и отражения нападения вооруженного преступника Все понимают, что это понарошку, но как здорово сделано Сборка-разборка оружия – дело настоящего мужчины Главное – пружину не потерять или палец не прищемить Но все проходит гладко Так называемый автопробег – ваш пассажир Ребенок продолжает свой путь Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский Есть профессии, которые не выбирают Они с молоком матери появляются в твоей жизни Одна из старейших цирковых династий канатаходцев приехала в Караганду Их семейному делу уже 150 лет Братья Бигзот и Джамшит Ташкенбаевы ходят по канату под куполом цирка с закрытыми глазами Амина Смакова тоже попробовала себя в этой профессии Под куполом цирка Бигзот и Джамшит Ташкенбаевы Братья решили станцевать на канате Такая любовь к высоте и экстриму у них не случайна Бигзот и Джамшит являются продолжателями древнейшей династии канатаходцев Династия была основана в 1866 году, когда родился их предок Гамберди Ташкенбаев Он стал первым канатаходцем в узбекской семье Как рассказывают братья Бигзот и Джамшит, Гамберди Ташкенбаев выступал на площадях Ташкента Только в 1940-х годах канатаходцы Ташкенбаевы стали выступать на манеже цирка Первое выступление состоялось в Ленинграде Каждый из рода Ташкенбаевых считал своим долгом продолжать великое дело Впервые братья Бигзот и Джамшит встали на канат еще в детстве, в возрасте 5-7 лет И с тех пор свою профессию не меняли Глядя на своего отца, будущие канатаходцы невольно стремились на высоту под купол цирка Любой человек я испытываю страх, но в этом есть что-то мое, что меня тянет к этому Преодоление страха, это конечно с возрастом пришло осознание, что страх нужно преодолевать А в детстве все было очень просто, нужно было всего лишь пройти все На такой высоте не каждый человек может преодолеть свой страх, но у братьев Ташкенбаевых это в Крыме Чтобы в цирке работать, особенно в этом жанре, надо по-настоящему его любить, надо полностью отдаваться Это очень много времени занимает и не все готовы 4-5 лет учиться этому По словам братьев Ташкенбаевых, номер они ставят вместе со своим отцом Мурадом Ташкенбаевым Выступать стараются в паре, удобно и интереснее Друг за друга Бигзот и Джамшит не переживают, каждый уверен в силе друг друга Я уверен в своем брате, что он это сделает, так же сильно, как я уверен в себе, что я это сделаю В каждом выступлении Ташкенбаевы стараются чем-то удивить зрителей Танцы на канате, кувырканье, прыжки друг через друга и даже ходьба по канату с закрытыми глазами Бигзоту и Джамшиту Ташкенбаевым большего удовольствия, чем ходьба по канату, ничего не доставляет Адреналин, эмоции, которые не передать словами Они с удовольствием продолжают династию своей семьи и, может быть, даже их дети тоже станут канатоходцами Если, конечно, сами того захотят, добавляя старший брат Бигзот Я бы этого хотел, но это уже не от меня зависит Скажем так, если они будут этим заниматься, я все условия им предоставлю, подготовлю, все для них сделаю Если они захотят работать в этой сфере Глядя, с каким рвением молодые кантаходцы продолжают дело своего отца То можно предположить, что их детей мы еще увидим на манеже цирка под куполом на канате Амина Смакова, Габидин Гуружбеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский И последняя информация на сегодня 20 апреля с 10 до 18 часов в торговом доме Таир будет проходить благотворительная ярмарка Все собранные средства пойдут в помощь Адилю Сарбаеву В три года врачи обнаружили у него лейкоз Адилю срочно нужны средства для лечения На благотворительную ярмарку приглашаются все неравнодушные люди Это были все новости на сегодня Спасибо за внимание Приятных вам выходных Аман Сау, Болонгстар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин